Республики совсем скоро будут отмечать две значимые даты. 90-летие со дня рождения Расула Гамзатова и 200-летие вхождения Дагестана в состав России. Организационные моменты проведения мероприятий были обсуждены сегодня на совещании под руководством Рамазана Абдулатипова. В заседании также приняли участие руководители профильных министерств и ведомств. Президент поинтересовался у присутствующих, на какой стадии сегодня подготовка к предстоящим юбилеям. Абдулатипов отметил огромную значимость этих двух событий в жизни дагестанцев и поэтому готовиться к ним надо серьезно и основательно. Он любил людей, человек, который восхищался этой жизнью. Я даже вчера там заканчивал свои записи о Расулу Гамзатову. Я там даже написал, что Расул Гамзатов не стал Гамзатовца Дасуни, Расул Гамзатов не стал Абуталибом, потому что Расул Гамзатов не захотел постареть. То есть он так и не постарел и действительно, он часто говорил, что если бы, Боже Бог, нас берите мешку там три месяца хотя бы отложить молодости, то как бы это пригодилось бы сейчас, да? И кроме того, я Расулу Гамзатову пишу о величайшем философе 20 века, потому что философ – это человек, который анализирует сущность пития, сущность человека, сущность человеческих отношений, а более крупным исследователем в этом плане, чем Расул Гамзатову, конечно, трудно найти. Вице-премьер Анатолий Карибов рассказал, какие мероприятия будут проведены в рамках юбилея народного поэта. Из наиболее значимых можно выделить Дни культуры во всех субъектах России, торжественный вечер, посвященный памяти Гамзатова в Кремлевском дворце, передача «Достояние республики» на Первом канале и фильм известного режиссера Рустама Ибрагимбекова «Песни гор». В Москве состоялось открытие памяти Гамзатову, в котором принял участие президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Готовится концерт мастеров искусств с участием лучших российских зарубежных исполнителей. На словах Расула Гамзатова, такой концерт запланирован в Кремлевском дворце съезда 12 октября. Уже зал забронирован. Сегодня прибывает в Дагестан уже для практической работы писатель-драматург Шапик Азиев и сценарист-режиссер Скорик. Будет вот эти дни активно вестись подготовка к этому мероприятию. Также Абдулатипов предложил создать театр поэзии имени Расула Гамзатова, где дагестанские поэты будут читать свои стихи. Кроме этого, президент поручил всем руководителям Министерства ведомств завершить подготовку к проведению двух этих событий до 1 сентября. Ну а День белых журавлей в связи с выборами будет перенесен с 8 на 9 сентября. Продолжение следует...